Здравствуйте, вот кажется мне, что фотик стоит слегка криво, но вот я с другой стороны смотрю, а он вроде нормально. Короче, обзор как... Блин, тяжелая вообще-то. Трис хвостик МГГ. Обзор посылки от подписчицы или зрительницы, я потому что так и не поняла, есть ли у нее кому-то на youtube или нет, от лёльки из тюмени. И по легенде тут меня ждет цветочная диска. Короче говоря, сейчас я это открою. Вообще, я думала забрать вчера, но наша почта и опасна, и трудна, и делает иногда себе выходной, когда хочет сама. Специально я даже ездила забирать, но мне можно было сегодня забрать, а можно было вчера. Паспорт со своей уже конкретной такой пропиской. Короче, в общем, сегодня я слегка проспала, и туда, куда мне надо было бы с утра поехать, до обеда их. Я уже, конечно, не совсем успевала, ибо надо поесть и готовить то-сё. Но я поскакала, в первую очередь, на почту. И вуаля! Такие посылки у меня. Опустим подробности получения и тому подобное. Мне наконец-то мой мавави, наших мавави, ответили и сделали мне специальный код, короче, исправили там какие-то погрешности, которые не сочетались с Windows 10 Pro, и теперь у меня мавави снова работает. При желании я могу аж зацензурить адрес, но я, пожалуй, сделаю вот так. Сначала вы это увидите. Прикиньте, сначала это увидите вы. Ах! А тут у нас Инстаграм вам не ответила. Вы уж меня простите. Мне там внезапно предложили после моей фотки с картошкой и кабачком рецепт опубликовать. Очень буду ждать от вас ссылочку с рецептом. Хорошо, вечером есть чем заняться. На самом деле, мне вообще надо в хосту грибу вампиров переварить. Но так как я уже перевернула эту крышечку с адресом, можно вот так уже сделать. У нас здесь сверху пакетик. Как мне их всех не доставало. Сколько у меня было пакетиков, когда я сюда переехала. И мне моя тетя не выкидывает, пакетики не тебе пригодятся, хотя бы под мусор, хотя бы под перерабатываемый мусор. И вдруг поняла, что пакетиков нема практически. У меня здесь есть пакетик. Красивенький, с ромашками и земляничками. И в нем можно что-нибудь даже носить просто. Вот просто пакетик. Вот мне... Я иногда даже в Магнитике покупала пакетик, чтобы у меня был просто пакетик. Теперь у меня есть пакетик. Спасибо большое, Лёша. У меня есть просто красивый пакетик. Потому что, ну, у меня, конечно, есть сумочка от Викика, которая как бы хозяйственная, там, магазин сходить, еще что-то. Но вот мне иногда тупо пакетик. А они у меня уже все в таком состоянии, что только под мусор. Еще пакетик. Еще пакетик. Ты какой замечательный. Что-то на него рисунок. Лет красоты в России. А, это Эйва. 25 лет красоты в России. А я думаю, что это такое, цветами или не цветами. В общем, тут тенями. Написано 25. Я рисовала тенями. Не только же мне одно рисовать тенями. Спасибо за пакетик. Теперь у меня еще один замечательный пакетик. У меня два замечательных пакетика. Я как раз вот сегодня... Ну, мне сегодня вроде... Нет, там, я надеюсь, не надо никаких. У меня все должно сумку есть. Но... Ну, вот, конечно, я, наверное, во что-то другое. Но вот кое-что мне как раз вот этот пакетик какой-нибудь из них подойдет, когда я во вторую деревню поеду. Так, у нас тут сяек. Так, принцесса Ноли, черный чай с этой самой земляникой. Я, кстати, вот не поверить, на днях тут была в магазине. Да, у меня тут, я стою лицом к окну, сижу лицом к окну. Кот у меня за нюхать цветы. Я вообще сфоткала скинуть одному товарищу. Ну, в принципе, я могу это и в Инстаграм скинуть. Вообще, практически фотография обои на рыбочий стол, там, три букета. Все из сада. Правда, одни из... Двое из сада, одни из деревни, короче, из... Из родственной деревни, куда я за козьим молоком езжу. Короче говоря, была в одном магазине, там как раз что-то было, я еще так подумала. Лёля не покупает, тебе, типа, посылка придет. Как бы, точнее, я уже знала, что она пришла только вот у нас в понедельник выходной, в воскресенье выходной почта. А вчера случился просто выходной. Ну, так это. Который... Вообще, вчера было закрыто по техническим причинам, но на уведомление у меня было написано, даже на телефон зафоткала в своем негодуе, что написано выходной, вторник. Думаю, так, она заранее знала, что у нее во вторник будут технические причины. Ну, да, Господь с ней, как бы сказала моя подружка. Яковлева, короче, принцесса, ну или черная от народина, 25 пакетиков в США. Я, кстати, как раз вот покупала чай черный в деревне в пакетиках, и иногда думаю, что вот бы надо тут, потому что иногда вот так охота что-то вот... Ну, совсем чай охота. А его надо заваривать, ибо он виселся. Короче говоря, в общем, ну, не постоянно же одну смолу пулыра пить, ибо вот, я не помню, не знаю, может меня, конечно, то, что я переборщила за смолу пулыр, а я всю прошлую неделю такая оборочная была практически постоянно. То ли это просто еще с чем-то другим связано. Короче, в общем, у меня теперь есть принцесса, ну или черная смородина. Спасибо. Вкус смородины, аромат смородиного листа. Я помню, черные со смородиной я покупала какие-то тоже вот типа пакетированное чай, не помню какой фирмы, еще когда вот в Кульке училась, периодически просто. Ну там в общаге надо как бы, живешь, удобнее в пакетиках заваривать. А так иногда у меня тетя, короче, когда еще на ту квартиру иногда приходила, а у тебя что пакетиков, чайных пакетиков нету? Или так вот, ну по-быстрому чая заварить, да? Или у меня заварен такой, который, ну, она как бы не очень, я уже вижу, я это вижу даже. Вижу совершенно. Я даже не буду другой пока доставать, а вот это покажу. Вот оно. 50 мл у меня как раз закончились, я вчера с силой выдавливала, там как бы чуть-чуть еще есть, но в некоторых флакончиках, ну вообще там так вот сделана эта маленькая трубочка, и она не достает, вот через раз она достает эти духи. Мои любимые. Ой, да, практически поцеловала. Огромное-преогромное спасибо, Лерке. Вот я тогда, обзор у меня был, по-моему, АСМРных этих духов, по-моему, там. И я, короче... Что, Лерка тоже самер смотрит? Ну, короче говоря, в общем, я там говорила, что вот мои любимые, типа, духи цветочная диска, и если, типа, вы не знаете, что подарить Лёле, то подарите цветочная диска. Причем я вообще тогда говорила, ну, без задней мысли, как бы обычно говоришь, и как бы это, ну, не бывает такого. А это бывает такое. Цветочная... Так, туалетная вода, цветочная диска, 50 мл. Компоненты растительного происхождения, эфирное масло, мандарины, апельсины, абсолют розы и ваниль. Это вот как раз то, что у меня есть. Оно и цитрусовое такое, точнее, апельсинчиком и такими цветочками. В общем... Я его вскрою. Даже сейчас. Сколько я их вообще покупала, этих флаконов, знали бы вы. Ну, цветочная диска мне вообще однажды дарил только мой очень бывший парень. Это ночной цветочная диска. Ну, в смысле, да, вот эта синенькая, найт. А так, цветочная диска мне вообще никто не дарил. Максимум приходило, может, подарок от их фрешей, там какие-нибудь менькие, еще что-то. Обычно я сама их покупала. В общем, мне впервые в жизни человек дарит, девушка дарит цветочная диска. Вот он. Сыгарнейший. Все, вот так. Чтобы не падай. Я правда не знаю, ты вылезаешь в камеру или тебя уже не видно. Я сейчас даже попрыскаюсь. Я еще ничем не прыскалась. Я его случайно поцеловала. Он случайно столкнулся с моими губами. Все-таки самый офигительный аромат в фроше. Я еще помню, коллекционировала эти крышечки. У меня от всех пяти флаконов, которые у них есть. У меня были такие крышечки. Потом я что-то разбирала и думала, ну что она, не нафиг мне эти крышечки. Я уж не знаю, уделала их, куда смысл выкинула или нет. Я вижу пакетик. А в пакетике я что-то дофига всего вижу. Так, сейчас бы надо развязать аккуратно этот пакетик. А то я умею развязывать, а еще и рвать в пакетике. Но так как у нас с пакетиками, кто-то как-то напряг. Я вот еще в Атаке вчера купила себе. Ну, я купила в деревне этих обычных пакетик. Типа пакетики для завтрака и пакетики для заморозки сюда. Ну и пакетик. Так, что есть такое? Что есть такое интересное? Ух ты! 500 мл биокрем-мыла для рук смягчающий. Календула айкальская на белом мыльном корне. Двойной эффект антибактериальный. Я не знаю, я сейчас довольно близко к камере, к сожалению. Потому что я как-то с густыми баночками села, думала, что их видно. А потом оказалось. Потом я подумала, что если люди с телефона смотрят, то действительно может не очень видно. Короче, смягчающие. Вы меня простите, я зевну. Я долго старалась не зевнуть. Так, биокрем-мыло для рук на основе белого мыльного корня и календулы. Байкальская, деликатно очищается. Питает кожу рук, обладает антисептическим свойством. Также дает мягкость и нежность. У меня вот еще есть, вот что-то у меня в этой квартире как-то экономичнее расходуется. У меня еще есть чистолиния немножко, в следующих пустых баночках будут синтептических, наверное. Клёрки тоже от чистой линии. Там и рис или что-то такое. Короче, фиолетовый он у меня вот здесь стоит на кухне. Жидкое мыло, которое я тогда сама провела. Мои хотелки. Артейвен цитрусовый этот заряд, который такой еще гель у них бывает. Типа серии Сенсос. Он у меня еще стоит в запасах. Чистая линия мыла кусочком. У меня лежит ванная. Еще чистая линия мыла кусочком. Я взяла специально в деревне. В общем, вот это тоже я буду с удовольствием пользоваться. Если мои руки одобрят, то я им может даже как-то так и делом до душа. Попробую. Потому что у меня иногда вот так вот. Здесь жидкое мыло. А мне иногда охота. А что это только дорог? Почему вы не для всей тушки? Удивительных 100 трав Агафьи. А, 100 удивительных трав Агафьи. Тут мне еще нравится. У бабки Агафьи всегда какая-нибудь бумажечка. На всех ее коробочках, баночках, где-нибудь в упаковке. Если просто баночка, крышку открываете. Бывает такое банное мыло или черное мыло. Вот у нее такая большая банка. Две чешели или сколько-то там миллилитров. Меня с ним познакомила. Давно еще моя подружка рыжая. Яковлева. Яковлева. Короче говоря. И там вот если в баночке, то оно в коробочке. И где-нибудь обязательно есть вот это. Это что ж такое-то. Бумажка, короче говоря. Ну, ладно. Что-то у меня второй раз так вот я перед деревней как-то загоняюсь, а потом в деревне отсыпаюсь. В деревне завтра. Ну, завтра я еще здесь. Завтра я только еще еду в деревню. Я сосплюсь. Феерик Сенсуэль перфюмериванный гель для душа. Я не помню. Она мне дарила уже Феерик Сенсуэль. Ну, короче, мне какой-то очень понравился. Или мне и не она дарила его. Короче, кто-то мне дарил. Лёлька, прости, если это ты была, а я добыла. И, в общем, мне какой-то очень понравился этот гель для душа. Я его так уделала еще. Я еще и с ним вану принимала. Потому что он вот так как-то офигенно пах. Не могу понять, но еще чем-то таким нежно-сладким. Даже как-то так. Кофеерик Сенсуэль. Ну, мне вообще как-то такой дарила вот в подобном флакончике. Оранжевый такой. Донна Филича дарила это Настя Лукьянова. И, короче говоря, вот мне вот эти вот в таких флакончиках, у них вот эти парфюмированные гели для душа. Для женщин от Фейерик, от Фаберлик. Мне они вот вообще понравились. Они хорошо пенятся. С ними можно даже пену для ванны делать. Так, это у нас номер, если кому интересно. 8120, 8120. Или 8120. Как-то так. Так, произведено Фаберлик. Так. Вот. Розовенький. Иди туда. Куда-нибудь. Так как это все равно потом будет монтироваться, я потом просто засниму уже, как вот оно стоит, выставленное вблизи. Потом, почему монтироваться? Я же включаю камеру и иду сюда. И у меня теперь снова есть это с моей голове. В рабочем состоянии. Так. Это у нас чего такое? Так. Растительный уход для красоты ног. Разглаживающий гаммаж для ног. 50 миллилитров и фраше. Вот мне очень нравился. У них крем раньше в подарок приходил. 30 миллилитров. Вот он долго хватало. А так он полноценный 50 миллилитров. Да что ж за нафиг-то. Ой. С лавандой. Такой. Лавандового, розового. Не знаю. Фиолетового, сиреневого. Короче, лавандовый крем у них такой был. А это тоже с лавандой, но у них чисто вот крем такой был. Вот этот, мне кажется, приходил чисто вот тоже 30 миллилитров. Минги тестовый. В свое время в подарок. Ну, когда-то, в общем, вроде был. Или же нет. Ну, в общем, с удовольствием буду использовать. У меня как раз вот только-только сегодня наконец-то закончился гринмамовский. Я хоть его в пустых баночках прошлого месяца обозревала, но у меня что-то все выдавливалось, 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 и сегодня остатки выдавились. С удовольствием буду пользоваться. Потом расскажу в пустых баночках. Спасибо, Ёрка. Так. Пакетик. Желтенький. Прикольно. Желтый пакетик. Я зеленые пакетики видела, а желтые нет. Ну, вот такие, чтобы они вот такие были. Что это такое? Что это такое? Что это такое? О! О! Фирик! Во! Я не знаю, вообще он у меня был или не был. Потому что мне когда-то, ну, как бы, попользовалась и не понравилось и отдала. Чисто может тебе подойдет, но я не помню, чего такое было. Было много всяких таких, этих, фаберликовых, 15-миллилитровых. Вот у 15-миллилитровых мне не нравится у них крышка. Он, типа, за сумочки предназначен. Я его как-то положила в сумочку, там крышка отвалилась. И у меня, видимо, от того, что я там все болталась и трендычалась, оно как-то частично в сумочку пролилось. А вот в 15-миллилитровых, допустим, флакончиковых фрошей взял за крышку, но не отвалится. Короче, я просто не видела вот этой серии, вот которые феериками подобные, вот в 15-миллилитровых, как они выглядят в другом формате. Теперь я сейчас узнаю. Фаберлик. 3017 Афиерик Сенсуэль. Парфюмерная вода для женщин. Парфюмерная композиция, разработанная, изготовленная во Франции, эксклюзивная для Фаберлик. Фаберлик. 30 грамм. В смысле миллилитров. Я же телефон-то взяла, чтобы глянуть сколько времени, потому что у меня же там это 29 минут только записывается. А мне в Инстаграме ответили, я забыла. Надо посмотреть, сколько было-то. Чтобы у меня камера-то раньше времени не вырубилась, так куда тебе положить. Лежите обскрить. Между прочим хочу. В общем, я его как-то сбоку начала скрывать. Хотела оставить эту пленочку в этой коробочке. В результате я сняла эту пленочку. Сейчас я увижу, чего это тут. Прикольные. Такие розовенькие. У меня вообще-то уже плыскалось. Надо куда-нибудь попрыскать, чтобы оно не смешалось, а чтобы я поняла, что это. Хочу сказать, что теплый. Теплый, густой такой. Пойду, буду пахнуть всеми духами мира. Ну, зато шмотка будет долго пахнуть. Интересным чем-то таким вот. Есть такие духи, как моя одна знакомая говорила, ты все любишь какие-то бабушкины духи. И вот тут между бабушкиными духами и чем-то вот таким вот молодежным. Короче, если вы знаете, что такое Фаберликов и Эрик Сенсуэль, то вы поняли меня. А если не знаете, загуглите композицию. Потому что я объясняю как-то фигула. Так, а теперь я этой суето обратно не могу. Ну ладно. Я как-то вот так поставлю сейчас. Я без нее поставлю. Стоять. Пакетик купола. Ну ладно, я попозже подниму тут пакетик. Сюда, которая так. Мыльца. Я просто думаю, что это мыльца. Так, Этюд, Органикс, Хэльд Мэд Сафф. Не зря я так думала. Короче, сделано руками мыло манго. Сделано в Таиланде. Эгей-гей. В Таиланде, да? Да, Таиланд. Прикольно. Я вот на такой веревочке, короче, видела у Пенька, когда была в гостях. Ну, подписчики в этом, в Раменском. У нее не такое именно мыло. Вот на такой же веревочке было мыло. Там ветка винограда. Прикольная. Я такие вообще не видела в продаже. Только вот второй раз в жизни вижу. Буду делать с удовольствием. Мыло манго. Тайское мыло ручной работы с маслом жужоба и маслом манговой косточки для кожи лица и тела. То бишь можно и мыться вместо геля для душа. Даже классно. Использовать... А, вот спеньте мыло. Нанесите пену на влажную кожу, смыть и теплой водой. Использовать по назначению. То бишь есть его нельзя. Хе-хе. Мне так прикалывает это. За нее, наверное, можно повесить или держать вот так. Им просто мылишь шкурку вместо этой мочалки. Так, еще мыльца, еще мыльца, мыльца. Туалетное мыло, целебные травы, цветы, липы, бережное очищение с природными травами. Вот у меня как раз в этом году цветов либо не получилось содрать. По некоторым причинам. Прикольно. Так, нефис. Нефис это же это, нефская косметика должна быть, да? Или нет? Потому что я могу уже еще и путать, и не тут написано, кто это у нас. Нефис, нефис. Да, нефис, нефис косметик. А почему? В Казани, где она вообще делает? А, в Казани. Прикольно. Я, значит, ее путаюсь. Ну, нефис косметик, нефская косметика. Ну да, путаю я. Но все равно в рашке сделано. Спасибо. Всегда пригодится. Мыло лишним не бывает. Так, целебные травы ромашка, бережное ощущение с природными травами. Кстати, благодаря легке я не хожу по магазинах в поисках мыла. Раньше шастала, когда заканчивала. Причем стабильно покупаешь про запас, потом такой, ну там же еще нафига есть. Еще в той квартире так открываешь, шкафа там уже нифига нет. И приходилось шастать за мылом. Ну, про запас покупать. Теперь у меня вот просто запас хороший такой мыло. Очень классно, между прочим. Очень удобно. Люблю полезные подарки. Я помню, у меня была одна подружка. Вот я как раз ее тогда видела. В каком-то там обзоре говорила, что встретила знакомую. Она мне, когда мы с ней близко более общались, получалось так, что как-то у нас такая общая компания еще была. И я, значит, ну просто она, в принципе, она потом так-то довольно далеко от меня жила, но тогда была общая компания. И мы с ней как бы день рождения у нее было. Отмечали ее день рождения. Потом я ездила к ней туда за город. Пригород. Надим на гору. И помню, спрашиваю у нее, ну, говорю, у тебя что на день рождения подарить на гору? Как вот подарки там? Она говорит, ну, такой-то или такой-то. Она говорит, я люблю полезные подарки. Ну, то бишь, то, что пригодится в хозяйстве. В принципе, в каком-то плане это хорошо. Потому что три бухи всякой можешь и сам купить себе. Мыло, туалетные, целебные травы, лаванда, бережное очищение с природными травами. Вообще круто. Вот тут это вот все три, которые мне нравятся. И ромашка, и лифа, и лаванда. У меня, я вообще, по-моему, не была никогда мыла с лавандой. Максимум сама себе делала. Ну, от кускового мыла я имею с лавандой. Потому что, по-моему, жидкое мыло с лавандой было у Ефраше раньше. Вот эта вот серия Садемира, Жордан-де-Мот. Так. Только бы этих вот еще для кучи. Мыло, туалетные, целебные травы, облепиха, бережное очищение с природными травами. Облепиха. Я вот как раз тут гуляла и ягод 10, наверное, собрала облепихи. Просто я была по типу такого прикида. Еще типа в босоножках, а там, значит, крапива. В мой рост еще какие-то непонятные буераки. И я как-то просто с леточки. До куда дотянулась? Ну, она такая еще была вот, ну, не совсем зрела. Я вот завтра поеду в деревню. В 5 внизу ко мне в гости приедет человек. Вроде как вы договорились. И, прикиньте, кто-то в гости в деревню приедет. Вообще круто. Обычно людей не назовешь, но человек тоже деревенский. Короче говоря, этот выходной, наверное, съезжу к теть Вале как раз тут. Может, у нее уже созрелая таблетниха. Так, вообще, я тут что-то вижу, но я что-то представлю что-то иное. Ну, в смысле, я вижу, но пока вот сейчас началась эта станция. Я ее попросила Лёльку, в общем, этих тюменских конфет. Ну, принагрела так вообще. Она мне в прошлый раз посылала тюменские конфеты. Мне очень понравились. Я еще родню угостила. Нам всем, короче, очень понравились. И я вот принагрела, говорю, можно ли мне еще вот этот вот тюменский конфет. Тюмень. Покупаем тюменское. Конфеты и орехи в шоколаде. Ух ты. В прошлый раз был, я не помню. Вроде чернослив. Ядро ореха жареное. Арахис грецкий. Орех кешью. Глазурь шоколадная. Бла-бла-бла. 300 грамм. Вот так. Целых 300 грамм. Я и сегодня с ними чаю попью. Завтра я их с тобой заберу. Большое, прибольшое. Так, что-то такое еще интересное. Крымский букет. Иван-чай. Тревойной чай 20 пакетиков. Один. Иван-чай. Вот, кстати, у меня есть, конечно, Иван-чай. И этим самым скрутки такой есть. Ну, в пакетиках я еще ни разу не была, не пробовала. Я как бы вижу, я когда в магазине вижу, а, Иван-чай у меня есть. Я его соберу. Нафиг. Пакетик. Прикольно, короче. Я попробую. Даже это... Пакетик даже, наверное, это... В каком-то плане, ну, как аптечные эти пакетики завариваешь. Геморриться меньше. Закинул и выпил. Листья Иван-чая 100% без гонова. Возьмите один чайный пакетик на одну порцию. Залейте горячей водой. 90-95 градусов. И дайте настояться 5-10 минут. Для улучшения вкуса рекомендуется добавить мед. Блин, забыла совершенно. Мне же кастрюлю надо освободить. У меня там прошлогодний мед засахаренный. Ложки 3-4 столовые. Надо или в быстром стемпе вальца слопать, или куда-то переложить. Или сахар. Ну, вообще, травки лучше пить со всяким медом. С удовольствием буду пить. Большое спасибо. Так, это сюда. Баррикады. А как я это все заснимать-то буду? У меня тут все сказано, что баррикады и непонятно как. Ну, ладно. Я разложу аккуратненько и засниму. Что это такое? Живой кофе. Так, живой кофе. Сначала прочитала и сейчас только доходим до головы до моей. Что это кофе. Пикарс. Молотый для чашки. О, да, помню, я когда не штатником в газете в одной работала, приходила, мне всегда поили кофе в заваренном чашке и говорилось, что вот есть типа молотый для чашки, а молотый еще в затурке. Ну, там, по-моему, был тупо сам по себе молотый и заваривался в чашке, ибо турки не было. Я его пытаюсь расценить, чтобы прочитать. К сорту арабика относятся три четверти всего мирового производства кофе. И это не случайно. Бла-бла-бла. Так. Живой кофе. А я, кстати, видела вот этот живой кофе, но я что-то как-то все руки не доходили. Ну, как-то, ну, вижу, вижу. Ну, в общем, как-то не покупала. То есть, не знаю, может быть, я покупала какой-то другой живой кофе. Но именно вот этот живой кофе, ну, живой кофе и эрку, живой кофе. Тут написано полезен. Что бы и нет. С удовольствием буду пользоваться. Пить. Заваривать. Как раз, когда мне закончится этот буш, у меня там еще есть буси, да-да. У меня есть еще в зернах. Ну, иногда в зернах и геморицах. Хоть у меня есть и турка, и борщ я тогда покупала года два, что ли, назад эту. Что она делает? Кофемолку? Ну, иногда, как бы, закончилось и хочется вот по-быстрому заварить. Я, может, даже завтра это заварю. Потому что сегодня уже, как бы, на самом деле там еще осталось четыре минуты. Ну, я бы встала, посмотрела, что там осталось четыре минуты, продолжила об этом изучать, а оно бы вырубилось. Короче говоря, вот, у меня как раз засниму и приеду уже смонтирую. Потому что у них в 12 до часа обед туда, куда мне надо. В общем, иногда хочется кофе, как бы, да. А сейчас кофе, я не знаю, может, поздно уже просто пить. Иногда я в 4 часа кофе пью, но тут, так как мне некоторые животные несколько ночей подряд спать особо не давали, мне, конечно, может, и не будет бессонницы с него, учитывая, что такая вот, вчера из сада пришла, думаю, сейчас спать завалюсь. Но так дико есть хотелось, а потом я вспомнила, что у меня гореть посуды, и такой вариант просто, а вдруг завтра вот и не будет, надо нахрена, то что посуду побыстрее вымить. Короче, может, я сейчас заварю себе кофе перед тем, как уехать по своим делам, потому что надо сейчас все равно что-то перекусить. Так, кофе тонизирует центральную нервную систему, стимулирует работу сердца, пользуя кофе, бла-бла-бла. Содержит 120 полезных компонентов, полезные свойства некоторых компонентов, содержащихся кофе. И тут куча всяких компонентов. Минеральные вещества. Слушайте, я даже не знала, чтоб кофе столько минеральных исчез. Источник большая медицинская энциклопедия. Большое спасибо. Позвольте, я буду пить. Если хотите, я потом в пустых пакетиках, точнее в пустых баночках с пустой пакетик обозлю. Ух ты, что-то такое интересное. Так, соль для Ван Лаванда. Доктор Моль... Моль... Прочитала я так. Соль Морей, я прочитала Моль соль. Доктор Соль Морей. Это органолинеральный комплекс без консервантов. Лаванда. Это так, у меня руки не дошли купить нормальную морскую соль. Я же вчера была в атаке. Я туда стабильно все прихожу. И стабильно все забываю, что там можно купить соль для ванн. Оказывает расслабляющее действие. Снимает нервное напряжение. Благотворно влияет на улучение качества сна. Ускоряет генерацию кожных вокруг. Повышает стрессоустойчивость. Поддерживает эмоциональное равновесие. Вообще я люблю лаванду. Рекомендовано. Такая вот. Полкило соли. Выражаю вам свою благодарность за выбор моей соли для ванн с маслом лаванды и желаю крепкого здоровья. Соль морей. Соль для вам. Соль морей это он подписался. Уражаю вам. Хотя это могла быть и женщина. Что тут у нас. А вот я думаю что я сюда смотрю. Соль природная, масло лаванды и пищевые красители. Все нормально. Все отлично. Пенка для ванны. И еще пенка для ванны. Так. Что это у нас. Эйвен луговые травы с экстрактами трав. 500 миллилитров. Пена для ванны. Я даже не знала что у Эйвен еще и такая вот пена есть. Луговые травы. Новая наверное. Потому что. Ну я правда и каталога Эйвен то сто лет не видела. Пена для ванны луговые травы. Внимание мне так у них нравится. Продукт призназначен только для использования взросами. А у них уже новая. Я думала. Ну типа только для использования. Ну там типа не есть не пить, а ванну только на себя выливать. В общем видимо 12 месяцев после вскрытия. Значит тут какой-то натуральный компонент находится. Да. Вот этот экстракт чего-то там. Экстракт роза еще что-то. Слушайте тут дофига всяких экстрактов-то. Экстракт меда, лаванды и еще чего-то. Прикольно. Приеду в деревню и буду пользоваться. Почему после деревни? Потому что завтра уезжаю и мне как бы сейчас уже не успею ванну принимать. Я его... Слушайте. Она конечно я понимаю, что она зафольгированная. Но может... Нет она зафольгированная. А ногти у меня сейчас ногти все обрезанные короткие. И... У меня хотя где-то был тут ножик, который мне скрывала посылку. Но он чем-то уже заварен. Короче с удовольствием буду пользоваться. И вообще вот так удивительно. Такая зеленая. Первый раз вообще зеленую у них я заберу. Очень классно. Спасибо большое, Лёлька. Сейчас я может это даже как-нибудь тут так и расставлю. чтобы это все видно было в пакете. Соль. Вот у нас тут пенка, скрабик, солька, мыл жидкий. Так. Я все равно потом это засниму вблизи. Так. Надо так, чтобы все себя видели. Так. Мыло. Мыло мыло мыльное, тёрце мылом сильное. Тёрце с головы топёт. От 5 до хохолка не хватило мне куска. Стишок в переводе на русский, какой-то французский. Ходила я в свое время в 5 классе дополнительно французским заниматься. Бабулька это уже давно не живая. Но вот чтоб стришок заплатился. Давай пакетика с хвостиком. Может надо сложить. Вот так. Правда сейчас я чувствую, я заторву, почему я с этой стороны чувствую, что сюда пришло. С этой стороны я чувствую. Он уже так более мягко раскрылся. Эти духи, которые... Фаберлик. Цаи. 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 Стел духи. По ёбочкам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Замечательная посылка. Вообще это меня поздравляли с нашим, с Лёлькой этим. Днем Лёлек. Ой, парень. Который был, ну, 24 июля. Меня стабильно поздравляет моя подружка Машка. Потому что она православная. Я раньше думала, что День Лёлек это чисто, ну, ну, никак не связан с православием или еще с чем-то. Ну, есть у всех День Ангела. Почему у Лёлек нет? Вот у Лёлек тоже есть. Так что у всех Лёлек, если вдруг помимо меня и Лёльки, это еще какая-нибудь Лёлька. Ведь с прошедшим Днем Ангела. Эльфи Ангела. Сейчас это, в общем, сначала я скажу сейчас всем спасибо, всем пока. А потом я посмотрю, если в камеру не было видно вот это все, то я просто приблизю перед самым концом. После спасибо и пока. В общем, всем спасибо за просмотр. И Лёльке большое спасибо за подарки. И всем пока. Вот оно у нас тут. Давай, доставайся. Вот, 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 вот. Очень надеюсь, что все-таки меня было видно, чтобы не переснимать. А то потому что уже не будет такого эффекта, что вот только что достаешь из посылки. Вот теперь точно всем пока. Будем смотреть это там.